Телеканал КРТ представляет Сегодня исполнило 70 лет Великому В кавычках Кормчему Выдающемуся президенту Все в кавычках Виктору Федоровичу Януковичу Это тот, который предал Миллионы украинцев И бесславно бежал Трепеща за свою жалкую жизнь Которая не стоит Тех жертв Из-за которых Из-за которого Начались и гражданская война И жертвы И гражданское противостояние И потери Крыма, Донбасса И вот что произошло Все прекрасно понимают Что Янукович это не Альенде Это Не Лукашенко Не Путин Это просто человек Которого поставили элиты Такой же впрочем как и Порошенко И Зеленский, и Кравчук, и Кучма Это все Ставленники капитала Просто некоторые ставленники Борьба и какая идет Украинского капитала И иностранного И вот капиталисты между собой бьются А у холопов чубы трещат Что еще хочу по Януковичу сказать Вот Тринадцатый год Две тысячи тринадцатый год Компартия Я в частности Вот и Саша Мы на Волыне Занимались этим вопросом Потом украинский выбор Медведчука Мы подготовили Подготавливали Всеукраинский референдум Кстати Компартия Собрала Больше трех с половиной Миллионов подписей Украинцев Чтобы инициировать Всеукраинский плебисцит Чтобы люди выразились Что и это Если был бы референдум Предотвратило бы Катастрофу Майдана Сейчас я к этому и приду И если Каких два вопроса Мы ставили перед собой И перед нашей страной Чтобы не было Гражданского противостояния И войны Мы коммунисты Мы же понимали Что это будет К чему движется К чему это все идет И какие центробежные силы Начинают играть На нашем поле И Украину Бросят Просто бросят В этот котел Противостояния Между Востоком и Западом Это всегда было Если будет Это знаете Эти плиты Тектонические Сходятся И мы будем Трещать На скосе Этих плит Мы же это Прекрасно понимали Два вопроса Мы хотели вынести На референдум Или Украина Движется В таможенный союз В неблоковый статус Интеграция России Белоруссии Украины Казахстана Армении Страны СНГ Постсоветского пространства Где наш рынок Сбыта И Южмаш И Антонов И машиностроение Или мы движемся В Европу Как мы в прошлой передаче Говорили По пути Латифунгии На Украине Уничтожение Космической отрасли Ну может быть Кому-то это и нравится Это и Конечно И надо было Кому-то Вот мы хотели Спросить у общества Спросить у украинцев Как нам дальше двигаться И Что сделал Янукович Янукович Испугавшись Это Ну ему там На западе Видно Тоже шепнули Ты не балуйся А то уберем Он как Кучма Кучма послал войска В Ирак Подлизывал американцам Думал они его Будут держать Вечно Нет Убрали Через переворот 2004 года Также Янукович Облизывал всех И на востоке И на западе Хотел усидеть На двух стульях Не вышло Убрали И этого Идиота И он Взял Петрушку Вот этого Ну Якобы демократа Полного лузера Европейская партия Как этот Кириленко Не этот Ой этот Ой Да бог с ним Сейчас вспомню Через европейскую партию Она типа Подала в суд Европейской партии Нам запретили Проведение референдума Если бы мы Провели референдум Коммунисты И народ Тогда бы Сто процентов Выразился За интеграцию С республиками Бывшего Советского Союза Белоруссии И России Янукович бы вышел Сказал Граждане Товарищи И европейцам И русским И всем бы Кто спросил Вот Результаты референдума Например 65 процентов За вступление В таможенный союз Все И игнорировать нельзя И игнорировать нельзя И европейцы Б ничего не смогли сделать Пусть бы они даже Воняли и говорили Что Ой это референдум Все подделанный Были бы международные Наблюдатели В том числе И со стран СНГ Из Российской Федерации Белоруссии И те же европейцы Были бы Сказали бы Нет референдум Прошел нормально И не было бы Гражданской войны Чем руководствовал Янукович Че это ему Катеринчук А Катеринчук Да вот Спасибо что вспомнил Чем он мотивировался Понятно чем он Мотивировался Меркантильными Ахметов Руководитель Грубо говоря Как сейчас Руководит Зеленским Коломойский Также Ахметов Руководил Януковичем Где его капиталы Все капиталы На западе Ему че запад Че нашим олигархам Пинчукам И всем остальным Что он им сказал Будете Подпрыгивать Все заблокируем Разуем Разденем Как этого Лазаренко Все Привет Вот вам и Янукович И только на Януковиче Висит вот это все Бремя Вот этих наших Неудач Смертей Что нужно было Ему сделать На мой взгляд Ехать Зачем поперся В тот Харьков Едь в Донецк Объявляй Чрезвычайное положение Мобилизируй Самое главное Он должен был Остаться на территории Украины Конечно Мобилизируй армии Объявляй Государственный переворот Внешний Управляемый Через Америку И Запад И продолжай бороться А Майдан Надо было зачистить За два дня Мы зачистили Согласно Конституции Согласно Конституции Законов И все Нужно было сделать По закону Вот Мы же Даже говорим Не нарушая закон Он бы мог Навести порядок На уровне Законодательства Украины Конституции Тем более Это его прямая обязанность Навести порядок В стране Тем более Сейчас уже всплывает В рамках уголовного дела По Майдану Что протестующие Стреляли первыми Это давало право Для самообороны И применять силу Для Наведения порядка Саш Все прекрасно знают Здравомыслящие люди Кто начал Майдан И как это все начиналось Революция гидности Это революция О гидности Потому что Это просто Омерзительно Что там было И все подумали Знаете Украинская ментальность Вонючий матрас Водка Селедка Руслана поет Бабки платятся Работать не надо Вот Что подумали Некоторые Социальный элемент 70% Майдана Там только 5% Понимали К чему это все ведет И еще хочу Очень важный момент Акцентировать Чтобы Телезрители Услышали Вот у нас Многие спрашивали Мы когда С Мишей были На международных конференциях С нашими товарищами Левыми Один задавали вопрос Как вы проиграли Майдан Как вы допустили Майдан Значит Объясняю еще раз Почему мы проиграли На наш взгляд Почему мы проиграли Майдан Мы не готовы Были убивать А они были готовы Убивать И получили четкие задачи Мы вышли Мы вышли Противостоять Майдану Они вышли С молотками И стали тупо Убивать людей Мы убивать Были не готовы И мы проиграли Плохо это Или хорошо По крайней мере На нас нету Ничьей крови Ничьей смерти И И поэтому за нами Буду И поэтому за нами Правда И мы Товарищи победим Запомните Раз и навсегда Тот кто первый Взял молоток И стал убивать Это майдановцы Они никогда Не будут приняты Обществом Никогда Война Никогда Не будет принята Обществом Поэтому они Рано или поздно Опрокинутся Петлюра На немецких Штыках сидел А эти на американских Закончат Так же Как и Петлюра 100% Что там Еще что хотел Сказать Еще за Зеленского Он же сейчас На Волыне Нашей малой родине Как говорится Приехал туда Миша Ты смотрел Этот ролик Как лопата Да Кстати Вот это Приехал Воинскую часть Совок Да Перед Совковой лопатой Кстати Вот Воинская часть А ее кстати Не докоммунизировали Совковой лопатой Не знаю Ну наверное Каких ручевки Побоялись Вот Приезжал он Воинскую часть Там якобы Стоит Стратегическая Авиация Мы там когда-то Служили Да Из Крыма Переведенная Там рухля Ничего нету Я в этой части Прослужил около Пяти лет Вот с Сашей Мы прекрасно знаем Этот аэродром Мы там Говорю Пять лет своей жизни Отдали Так что Там перевели Там никаких Авиаций Там чего-то нету Там из Нескольких самолетов Слепили два чуда Каких-то Без запчастей Без ничего К сожалению Да Сами понимаете Какой уровень Там всего этого А кстати Миги не докоммунизировали? Кишка танка Декоммунизировали Ты кстати Потом скажешь За продукты Декоммунизация Не так Они Не так Они докоммунизировали То что им удобно Днепропетровс Декоммунизировали Да Все докоммунизировали А почему Миги Не уничтожили? А Шрущевки Автомат Калашникова Куча всего Есть Декоммунизировали Нет Сказал А говори И Б Ну Это Зеленский Едет На Волынь На Волынь Кстати Обещает Вопрос Журналисты Задают От Наводнения По западной Украине Как будет Проходить Компенсация Зеленский Молодец В схеме В теме 95 квартала Я не сильно Разбираюсь В этом вопросе Мы будем думать Но я не знаю Как это еще Все будет Да никак Это не будет Не надейтесь Ничего не будет Это все Бред сумасшедшего Людям ответил Почему этот год тяжелый Почему Это высокосный А ну правильно Вы не ждите Ни повышения Зарплаты Пенсии Это Это катастрофа В экономике Не следствие Его корявых Действий А это Высокосный Горь Ну правильно Он же сидит И думает Я же не могу Быть виноватым Как это я буду Виноватым И то что он Там поехал По западной Украине Там за дороги Что-то малов Ничего Сделано Не будет В Черновцах Сбежал В Черновцах Вообще Сбежал Когда будут Дороги Встал Ушел Они ни за что Не будут отвечать Товарищи Дорогие Украинцы Вы поймите Я горжусь тем И вам говорю Что не я Не вот Саша Мы коммунисты Да даже Как и граждане Здравомыслящие Мы не голосовали За Зеленского Вот этот Постоянный вопрос А что Лучше бы Ты за Порошенко Голосовал Лучше бы Порошенко был Да не за того Не за того Я на бюллетене Например писал Я за компартию Коммунист Как наша жизнь И ваша изменилась Был бы Порошенко Да вот Саша Правильно Был бы Порошенко Что бы сейчас изменилось Что Зеленский Поменял Мир пришел Нет Или на улицах Молотками головы Не разбивают Разбивают Или гранаты не бросают Или гранаты не бросают Или коммуналка меньше Или декоммунизацию отменили Или русского языка Больше стало Или конституцию выполняют Или рабочие места появились Дороги появились Да ничего этого нет И не будет Но поймите Дорогие украинцы Они не пришли Почему После Майдана Что такое революция Вообще Революция Это качественное изменение Вообще системы Строй политический Радикальные изменения Без регресса Нет прогресса Есть знаменитые слова Классические Вот Майдан Почему это госпереворот А не революция Потому что Не стояла задача Поймите Раз и навсегда Запомните У Майдана Госпереворот 2014 года Как и 2004 До этого Не стояла задача Качественное изменение Украинской власти Общества И вообще всего Задача стояла Смести власть И сделать из Украины Проект Антироссия Утопить ее В гражданской войне Чтобы Россия Отреагировала И ввести против России Санкции Цель была Россия Поле битвы Украина Сколько нас Аборигенов По их мнению Здесь погибнет Это Никого не волнует И пододвинуть Инфраструктуру НАТО Поближе к Москве Они задачу Выполнили Выполнили А если вы думаете Европа нам поможет Никто вам не поможет И ваши беды Никого не интересуют Спасение утопающих Это дело рук Самих утопающих Очень часто Хихикают Эти Либералы Загаженные Хихикают С Северной Кореи Чучхе Своими силами Да Как бы они не жили Они достойно Они достойны Говорить то что хотят Ядерная и космическая держава Если они в состоянии Вы подумайте Межконтинентальные ракеты Запускать Они в космос Скоро выйдут И еще вопрос Если бы против КНДР Кубы Венесуэлы Ирана Не было санкций Они душат Эти страны А потом хихикают Смотрите как они живут Как они живут Да если бы США США не бомбило Корею Кто развязал На корейском полуострове Войну Да Так же как и во Вьетнаме И во всех странах Латинской Америки Что коснусь еще Вот это санкций И социалистических государств Посмотрите Просто Информацию С международного валютного фонда Просто В интернете Найдите Это общедоступно Открытые источники Симпедии во лбу Не нужно иметь Я вам говорю ВВП Кубы На одного жителя Внутренний валовый продукт В два А то и в три раза выше Чем В демократической Украине На демократической Украине Вот Разберитесь У нас Европа Знамы Подписали ассоциацию Америка нам помогает Нам все помогает С нами весь мир С нами Европа Но почему-то Под санкциями ВВП Кубы В три раза выше Чем на Украине Вопрос почему И учитывайте то Что На Кубе Нет зимы У них нет платежек Вот таких как у нас Да конечно Это у них Все эти деньги Идут на обслуживание Человеческих потребностей А у нас Зима есть Дорогие друзья Мы в три раза меньше Зарабатываем И мы имеем зиму Слава богу Потому что На Кубе Кстати Самая маленькая Детская смертность Северной Америки В США и Канаде Детская смертность Выше чем на Кубе Лучшее Медицинское Обслуживание В мире Знаете что Меня еще удивляет Убивает Постоянно Куба Лечила Наших детей Сколько лет 25 лет Лечила Чернобыльцев Украина Проголосовала За санкции Против Кубы Ввели Декоммунизацию Молотками Разбивают головы Коммунистам Жгут офисы Коммунистов Жгут офисы Антифашистов И принимают От Китая Коммунистического Руководящая партия Коммунистическая В Китае От Коммунистического Китая На коленях Умоляют С протянутой рукой С дрожащей губой Зеленского Просят Помогите Нам маски И аппараты Искусственного дыхания Если вы такие Демократы Великие Принципиальные Чего вы на коленях У коммунистов Стоите И еще Знаешь какой вопрос Хотел еще поднять Почему-то После Майдана Все забыли За Тараса Григоровича Шевченко За Лесю Украинку За Ивана Франко Социалистов Ну не Так забыли Вообще Это была душа Это душа Украинского народа И почему-то Они все забыты А сейчас Вспоминают Только за Бандеровщину Вот недавно Было 30 июня 41 году 30 июня С балкона Эти завозванцы Провозгласил С Титько И Компашко Провозгласили Независимость Так вот С чего началась Их независимость Может меня Товарищи Еврейской Национальности Поправят Но около 15 тысяч Евреев Они убили Убили Не дожидаясь Гитлеров Не дожидаясь Гитлеровские войска Еще не вошли Во Львов А эти Приспешники Коллаборанты Чтобы выслужиться Перед хозяевами Да это их Ментальный Убили 15 тысяч Евреев Вы Посмотрите Даже Фейсбук Мы когда От антифашистского Комитета Фейсбуке Фотографии Показывали Людям Как бедных Евреев Гнали по площади Как скотину Кстати Фейсбук Блокирует Да Так вот К чему я веду Цукерберг Еврей Блокирует Вы понимаете До чего До какого уродства Дошло До безумия И к чему В конце концов К чему Вот это Еврейские Еврейские погромы Во Львове Привели Они привели К резне 43 года На Волыни Когда разделались Вообще Саш Украинские националисты Назови кого они любят Евреев ненавидят Белорусов ненавидят Потому что мы продались Русским Поляков Никого они вообще Ненавидят Желчь Сплошная И к чему Это вылилось Это вылилось Сначала Во Львове Погромы Потом это вылилось В Бабий Яр Потом В Хатынь А потом Волынскую резню Вот К чему К чему мы Антифашисты Призываем Что Анти Россия Которую строят На Украине Она к ни к чему Хорошему не приведет Понимаете Как строится государство Во имя Во имя будущего А она не строится Давайте вместе Ненавидеть русских Кто не скачет Той москаль Но на таких принципах Государство Никогда не строится И общество Не консолидируется На таких принципах Нельзя Ненавидеть На ненавидеть Вообще Нельзя построить Ничего Никогда Ничего Вы знаете У нас на Волыне Был такой Очень хороший Антифашист Коммунист Товарищ Наконечный Он был Еврейской Национальности И он Все описывал Вот эту Как убивали Евреев Во время Окупации Фашистской Окупации На Украине И вот я был В архиве Я помогал ему Книгой памяти Вот я Просто По памяти Вот я очень близко К тексту переведу Как вы Почему они Резали Поляков Мы с мужиками Зебралися Вот пишет один Это Он дает Следователю Показания Да Мы с мужиками Зебралися Там на хуторе Жили поляки Заможни Было 7 корив 2 коня И там Отара овец Что они сделали Убили семью Мы расподелили Меж собою Тих корив Коней И овец Вы понимаете Что двигало Этими людьми Вот Вот в чем беда Вот в чем страх Беда Национализм И в Польше Кстати Тоже Свои националисты Были Вы понимаете Подогревали Убивали людей И чтобы Отнять Эти пожитки Эти Там Ту корову Отобрать Это разве по-человечески И кто им Вот этим мужикам Простым мужикам Которые жили Вместе Гуляли на праздниках Кто им Мозги перевернул Столетия Жили бок о бок Украинцы Столетия Перевернули Перевернули мозг Перевернули мозг Вот этот Тупой Примитивный Ублюдочный Национализм И еще Я хочу обратить Ваше внимание Украинский Национализм Русский Шовинизм И вот эти Золотопогонники Они такие же Враги Власовцы Такие же Ублюдки Как и бандеровцы Они одинаковые Они одинаковые Не надо полагать Что мы только Обличаем Изобличаем Украинский Национализм Польский национализм Вот Миша По выборам Да Мы с тобой обсуждали Да Кто вышел Во второй тур Дуда националист И второго Как там Рафаул Да Тшасковский Тот якобы Либерал Дуда националист Но Вы посмотрите Что он говорит Тот набрал 35% А Дуда Набрал 43% 43% Да Ну во втором туре В общем Шансы равны Вы посмотрите На их риторику Риторика Я националист Я националистичный Я правый Я правее Они борются Кто больше Что-то скажет Что-то такое Сверхсногсшибательное Чтобы колпаки Посрывало Но Польское общество Она всегда была Консервативным Больше Такое католическое Там С однополыми браками Но и в Польше Всегда были Сильны Националистические идеи Почему Это И тоже Исторически Сложилось Кстати Украинские Национализмы Польские Они очень близки Близнецы Близнецы Они Рождены На Никчемности Поляки Все Еще Польская Не сгинела Щен Эвмарла Украина Гимны Похожи Они все Когда потеряли Империю А почему Потеряли Империю Потому что Все Быдло А мы Д'Артаньяны Понимаете Вот почему Они потеряли Смотрите Вот исторически Посмотрим Вот ремарочка Такая Отвлечемся Россия Да Вот Московское Царство И Речь Посполита Мокши Как они Да Как пренебрежительно От Московское Царство И Речь Посполита По территории По человеческому Ресурсу И по вообще По черноземам По человеческому Ресурсу По всему По пахотным Землям И вообще По индустрии Своей Польша Превосходила Московское Царство Почему В исторической Гонке Народной Между народами Победила Именно Русское Царство Потом Российская Империя Потому что Поляки Захватывая Территории Не признавали Никому равным За людей За людей Смотрите Быдло Холопы Есть на территории Галиции До сих пор Говорят Офайный хлоп Хлоп Это Парень молодой Молодой человек Хлоп От слова Холоп Видите Оно так и осталось И поэтому Поляки В исторической Гонке народов Они проиграли И национализм В Польше Родился Из-за того Своей Некомпетентности Никчемности Они все Цепляются За какие-то Обрывки Миша Согласись Они эволюционно Проиграли Конечно Кто не развивается Тот обречен На смерть А национализм Замыкает Это узколобы И вот поляки Все живут Прошлым Просто империей Они никогда Не будут Больше империи Потому что Они не способны Эволюционировать Не способны К развитию Так же Как и украинский Национализм Живут На ненависти Ко всем соседям Они тоже Обречены И Исторический Обречены Украинские Националисты Но не Украина Не Ну конечно И исторический Факт Вдумайтесь И очень хорошо Над этим Подумайте Только Коммунисты Пришли На Украину На западную Украину И сказали Ты не быдло Ты не холоп Ты товарищ Грузин Армянин Русский Белорус Молдаван Сказал Украинцу Ты мой Товарищ Вдруг Товарищ Человек А не быдло И не холоп Вот в чем разница Капитализма И социализма И коммунистов И кстати Кому интересно После нашей телепередачи Зайдите Как говорится Google в помощь Википедию И посмотрите Пожалуйста Когда Вступили Советские войска На территорию Западной Украины 17 сентября И посмотрите Пожалуйста Когда был образован Во Львове Театр Университет В Луцке Педагогический В 40-м году Меньше года В 17 сентября Пришли Уже Весной Весной Через полгода Уже был открыт И театр И университет И вдумайтесь Пединститут Украинскую мовую Выкладання Это впервые Это впервые В истории На Волыне Впервые В истории Украинскую мовую Готували Выкладачи В педагоги Чтобы деток Деток Учить Во Львове В 1991-го года Это не Славяне Я этнический Беларусь Зеленский Учения Грабит вас Вот Зеленский Русскоязычный Перешел на украинский Вам легче стало Да Война прекратилась Заводы начали работать Квартиры стали давать Что хочу по этому Новому Бутсмену Языковому Тарасу Кремень Тарас Кремень Во-первых Волонтер Знаете У меня сразу Если волонтер Значит Разжигатель войны Помогал воевать Мы волонтеры Вот я и Саша Мы волонтеры Мы в 2014-м году Приехали в Луганск На поезде Кстати Осенью На поезде Киев Последний Луганск Последний поезд Который шел Вот мы гуманитарную И куда мы ее привезли Везли Привезли ее В детский дом Реабилитации Детей инвалидов ДЦП Мы Специально Не помогали Никогда Вооруженным людям Ни с той Ни с другой стороны И никогда Этого делать не будем Принципиально Всегда нужно Помогать Гражданскому населению Приехали в Луганск Нет там Ни света Ни воды Детки От которых Родители отказали В силу разных причин Государство Должно их оберегать Отопления нету Света нету Вывозят нам На колясках детей ДЦП Массажики Одеялами окутанные Потому что Мерзнут Нет отопления Знаете Домик на колесах Везут Я как отец Плакать хотел Знаете А массажики Как делать Ну Как их раздевать Вот кому мы везли Как граждане Украины Своим землякам Соотечественникам И как коммунисты Мы прекрасно понимали К чему это все ведет И вот он Вот этот кремень Помогал армии И способствовал Убийству Украинцев С одной и с другой Стороны Дальше Он категоричен То что он был В народном фронте А потом через Гройсмана Хотел в парламент Попасть Неудачник Никуда не попал Он выступает Против Вот это что Хотели льготы Для детей Донбасса Сделать Чтобы дети С Донецкой Луганской Республики Учились На территории Украины Без ЗНО Поступали Ну по льготным Это было бы Прекрасно Это замечательно Мы Украинцы Мы в том числе Виноваты Мы лишили детства Их Мы виноваты Не Донецк В силу разных причин Не Донецк Бомбил Киев и Львов Львов И Киев Посылали своих людей На Донбасс Чтобы они убивали Своих же соотечественников Мы лишили их Будущего Детства Значит мы им должны Дать будущее Пусть Причем они ни в чем Не виноваты Это дети Пусть они Знаете вот мое мнение Какое 10% всех украинских Вузов И частных И государственных Должны отдавать Детям Донбасса По квоте Принимать их Без всяких условий Платить 7 тысяч 8 гривен Стипендии И жилье Чтобы они могли Поесть там Как то Купить даже Ту же тетрадку Учебник И жилье Бесплатно давать Вот как должно быть Так этот Кремень Мудозвон Говорит Нет ничего Не надо Но кого мы хотим Вернуть Вернуть С кем мы хотим Говорить И кого мы Ставим С национального Вот этого Народного фронта Яценюка Ставленника Соробского Ставим на такие должности Это вопрос К Зеленскому Сейчас еще Зеленский Задрав штаны Будет трудоустраивать Еще и Яценюка Увидите Еще трудоустроит Саакашвили трудоустроили И всю эту Нечисть Которую нам Начали подбрасывать То с Прибалтики То с Кавказа Все этот сброд На Украине Знаете Какой-то Парад Гастарбайтеров Неудачников У нас что Своих нету Ты помнишь Ты помнишь Когда в 15-16 году Они блокаду Донбасса Делали Этот Семен Семенченко И Компашка Конечно помню Что мы тогда говорили Пока На территории Не подконтрольной Киеву Я не говорю Украине Украине Не подконтрольной Не Киеву Не подконтрольной Этой власти Пока там ходила Украинская наша Гривна Это была Украина Кто вымыл С этой территории Гривну Сами вымыли Когда Я говорил еще тогда Крым воду закрыли Я говорил еще тогда Пока бабушка Расплачивается За картошку Гривной Это Украина Но когда бабушка В силу причин Что выдавили Притом Киев 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 В блокаду Как ты правильно Тогда сказал Как Ленинград Хотели чтобы не Они хотели взять Измором Измором Давайте говорить честно И теперь Россия Давайте правду Вещи своими именами Платит им пенсии И социальные выплаты И Украина должна платить А мы должны были платить Чтоб там гривна ходила Мы вымыли оттуда гривну Завели И сейчас удивляемся А почему там рубль ходит Ну завели русский рубль Своей некомпетентностью Своей тупостью Усколобостью А потом удивляемся Там русские рубли Они хотят в Россию Мы их бросили Мало того что Мы их не бросили Мы задавить их хотели Мы их убивали В блокаду Поставили положение И еще и унижаем Всячески На всех телеканалах Обливаем своих же Граждан Соплеменников Обливаем грязью И хотим Возвращайтесь Вот смотрите Давайте так вот Сидит среднестатистический Гражданин Украины Житель Донецка Включай телевизор Декоммунизация Русского языка Николай не будет Сало уронили Смерть творогам Все Он И молотками И молотками На улицах Ломают черепа Жгут антифашистов Жгут офисы коммунистов У меня вопрос Ко всем к вам Зрители Вы бы Нормально В здравии Вернулись бы На такую Украину Да в жизни бы не вернулись Вы сейчас проведите Референдум По Юго-Востоку Честный референдум Давайте тоже признаемся Вот в Харькове В Одессе За кого бы люди Проголосовали бы С кем бы они Своё будущее Хотели строить Так что тут Иллюзий никаких И не надо Себе надумывать И ещё Вот они начали После Майдана С декоммунизации Из чего вы Ухватились Знаете Кто хватается за прошлое Кто не имеет будущего Если бы они Допустим Пусть Ради бога Ладно Чёрт с ним Победил Майдан Так ты сразу думай Как двигаться вперёд И в экономическом плане Обогнать Перегнать Всех Скачок качественный сделать Чего не начали Какой суда не стоял Саша Я помню Нет Я понял И начали борьбу с прошлым Кто вспоминает о прошлом Дедушки Бабушки Как кажут на Украине Две чверти до смерти Лышилось Вот они живут прошлым И вот наша власть Постмайданная Она живёт только прошлым Потому что не имеет будущего И знаете Вот за прошлое Саша вспомнил И правильно сделал Нельзя жить ненавистью И прошлым И что касаемо Даже коммунистической идеи Говорят Ну это знаете Не образованные люди Мягко скажем так Говорят что коммунизм Это прошлое И понимаете Я вам скажу так Коммунизм Идея Во первых Мы никогда не жили При коммунизме Чтобы вы понимали Советский союз Союз советских Социалистических Республик Мы пытались Построить социализм В перспективе Власти просто была Коммунистическая В перспективе Прийти К коммунистическому Строю Но вы поймите Что например От рабовладельческого Строя Например Восстание Спартака Когда было Больше двух тысяч лет назад И только через Грубо говоря Две тысячи лет Отменили рабство К феодальному строю Вот как шли Ну а феодальный строй Это что не то же Рабство Крепостничество И все остальное Мы две тысячи лет Шли Отмене к рабству То же самое К коммунизму От социализма К коммунизму Может пройти 100, 200, 300, 500 лет Этого никто не знает Эволюционно Что такое Советский Союз Советский Союз Это восстание Спартака Восстание Спартака Задавили Что Спартак сказал В рабовладельческом мире Сказал нет рабству Почему он даже Не сумел сбежать Ему некуда было бежать Мир то Рабовладельческий Все работают На систему Рабовладельческую Его задавили Убили СССР Это восстание Спартака СССР Это 8-часовой рабочий день СССР Это пенсии СССР Это качество продуктов Это медицина Это образование Это наука Это та же Украина Не забывайте Украину Собрали Коммунисты И вот Нам знаете Иногда Вменяют вину Хи-хи Ха-ха-ха-ха Коммунист До первого капитала Потом ты Свой первый капитал Заработал Там миллион И все Ты уже Перестанешь быть Коммунистом А я вот отвечаю Как коммунист Ты демократ До первой Серьезной болезни Например Не дай бог Рак Это сколько На Украине Полмиллиона гривен На лечение И это еще неизвестно Вылечишься ты или нет Когда ты Попродаешь Свой бизнес И машины Чтобы вылечиться И то тебе Гарантии никто не даст Тебя облапошат В нашей украинской больнице Вытянуть деньги И ты еще и умрешь И родственников Оставишь Своих детей Без куска хлеба От демократы До первой Серьезной болезни Демократы До первого Забирания Твоего бизнеса Банками Демократы До первой Ипотечного Кредита Когда ты просрочил Когда ты просрочил У тебя заберут Эту квартиру Вот ты Демократ До первых Вот таких Вот Жизненных травм И я вам скажу Так Как Человек Который понимает Что происходит Вот таких Вот Опустившихся Демократов На Украине Миллионы Есть И будет Становиться Чем Их будет В сто В тысячи Раз больше Чем Миллионеров И струщок Таких Как Якобы Зеленский Знаете Как Американская Мечта Был нищим Тут стал Вдруг Миллиардером Или Как Наши Народные Депутаты Были Семен Семенченко Сбродник Какой-то Идиот Откровенный Стал Миллионером Или Как Поросюк И все Другие Так вот Таких Будет Родянсько Советское И союзное Каким Больше всего Сейчас Маркетинговый ход Используют Компании Которые Производят Продукты Питания Это Советское Шампанское Мороженое Советское Вот это Пломбир 1965 Год Даже Вот эту Колбасу Что И вопрос Если Вы такие В совке В совке Все было Плохо Все было Уродливо Все было Плохо Какого Милого Вы используете Эти советские Бренды А не для того Чтобы покупательская Способность Была выше Потому что Человек Интуитивно Помнит Что эти бренды Это знак Качества СССР Это бренд И знак Качества На котором Зарабатывают Буржуазные Предприятия Сейчас Своё Создавайте Своё Создавайте Чего Нема Бандеревские Якисные Ковбасы Или там Вы говорите Хрущевки Конченые А где Ваши Бандеревки Саша Скажи Какие Сейчас Смарт Квартиры Вот Смотрите Смеялись С хрущевок Маленькие Хрущевки Малосемейки Во первых Сейчас Все Дома Новая Это монолитно-каркасная Это что такое Это железобетонные дома А не кирпич Какие сейчас Смарт-квартиры По габаритам 20 квадратов 18-20 квадратов Супер хоромы Это учитывайте От 16 Вообще Это 16-18 Стандарт Примерно Идет 20 квадратов Это Смотрите Ванна Туалет Кухня Кладовка Балкон И комната Вы представляете Что это такое Что это за мозаика В Хрущевке Были 30 квадратов И это считались Типа 27 30 32 Панельные дома А сейчас Что это 18-20 Это чуланы Чуланы И люди И люди Не могут И этого купить Люди И этого не могут Так раньше Вы не забывайте Дорогие товарищи Раньше же бесплатно Давали Ты на предприятии Работаешь Тебе выдавали квартиру Сейчас тебе никто Ничего не даст Тебе даже Не грозит Даже вот это Чулан 18 квадратный И пишут Даже вот смотрите Там закон О декоммунизации Прошел Написали Советское шампанское Все уже светское Но все равно Знаете Люди Ментально видят Все же оно похоже Там Художники Визуально Визуально художники Поработали Чтобы было именно Советское Но Хотим вас Продостеречь Качество Это далеко Не советское И госты Не советские Госты Не советские Это все Маркетинг Маркетинг Зарабатывание денег И знаете Что еще хочу Напоследок сказать Вот говорят Что в Советском Союзе Там были Там продукты Были и проблемы С продуктами Давайте так И бестолковщина Было Все было У медали Всегда две стороны Я вот хочу Задать вопрос Вам Чтобы вы подумали Сами Давайте так Моделируем ситуацию Сейчас В магазине Вот Чтобы так Вот Чтобы вы понимали Все Убираем Дерьмо Которым нас кормят Сою Палевое масло ГМО Давайте Вот сейчас Зайдите в любой Там Супермаркет АТБ Сильпо Уберите С полок Химическую Продукцию И поставьте По советским Гостам Я Вам Знаете Говорят Там На советских Полках Лежали там Редкие продукты А тут бы вообще ничего не лежало Не лежало бы Ни в АТБ Ни в Сильпо Ни в других каких магазинах Вообще бы не лежало Пустые полки Ни хлеба Может бы и соль бы даже не лежала Сахар Я у себя на странице в фейсбуке поставил Сейчас еще и за фейсбук коснемся У меня на фейсбуке 5 страниц своих Потому что их периодически блокируют Уже все 5 заблокированы Что ставлю Посмотрите У меня что там Какое-то насилие Или там У меня вся правда Вся правда О режиме Зеленском Об образовании О языковой политике О политике На Донбассе Я называю Как гражданин Украины И коммунист Называю У нас гражданская война Вот И меня почему-то Постоянно блокируют И вот Зайти сейчас В любой супермаркет Вообще ничего А выставил Я у себя пост Сахар Беру сахар В одном из супермаркетов Ставлю Прихожу домой Ставлю на весы 850 грамм Сахара Сахар третьей категории И мне пишут Пользователи фейсбука Я вообще такой категории Не знаю Что это Да действительно Что это за сахар Я вот тоже Как-то не обращал внимания Как это понять Сахар третьей категории Ну так же Как и сметана Которая не является Молочным продуктом Сметанка написана Стоит там 17 рублей По-моему Гривен По-моему И что там за продукты И вы думаете Вот вы там взяли Например Там сметану И читаете Ой это наверное Хорошее Или например 17 гривен Плохая А за 40 Я куплю хорошее Да никто это не гарантирует Вам Вообще На Украине Никто ничего Вам не гарантирует И еще раз Последнее Что хочу сказать Подумайте Пожалуйста Какие бы продукты Остались В наших магазинах Если бы они были По советским стандартам Ну Будем заканчивать Да Да В принципе Нас ждут еще куча новых тем Мы будем выходить В эфир каждую неделю Будем подбирать темы Передача Наш левый взгляд Поэтому мы Будем смотреть На все происходящее И в мире И на Украине Через левый взгляд Вопросы Пожелания По поводу формата Передачи Пишите нам Или на Под видео На На страничке Канала КРТ В Ютьюбе Или на Или на наших страницах Или страничка Фейсбук КРТ Или Александр Канович Михаил Канович Где бы вы не написали Мы обязательно Как говорится Примем И ответим Примем к сведению И будем Чтобы у нас был такой Диалог Интерактив Задавайте вопросы Кстати Если хотите Чтобы мы что-то озвучили И Попытаемся Чтобы под каждым Видеом Был Наш телеканал В телеграме Комсомола Украины И наш сайт Комсомола Украины Заходите Подсоединяйтесь Читайте Предлагайте Будем говорить До скорой встречи Товарищи Патриам Уэрт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok